В эфире студия Репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня Дмитрий Жеман, директор коммунального предприятия Одесса Горэлектротранс. Вопросов накопилось множество. Мы сегодня поговорим об обновлении подвижного состава, о новых трамваях, о Каштанах и Татрах, о белорусских троллейбусах, о войне за девятый маршрут и об обещанных стамбульских автобусах. Дмитрий, здравствуйте. Начнем, наверное, мы с обновления подвижного состава. Я знаю, что компания, коммунальное предприятие Одесса Горэлектротранс сейчас участвует в закупках. И вот на сайте электронных закупок Прозора у вас объявлено два аукциона. Это, вот у меня есть такие цифры, низкопольный трамвай, вернее, низкопольный трамвайный кузов требуется, да, ожидаемая его стоимость 7 миллионов 600 тысяч гривен. И также вы заказываете две тележки трамвайного вагона с ожидаемой стоимостью 4 миллиона 800 тысяч гривен. Под этой новостью оставляли комментарии одесситы, общественники. Некоторые задаются вопросом, почему собираете по частям, а не закупаете трамвай целиком? Есть мнение, что целиком было бы дешевле, выгоднее? Ну, насчет, что было бы дешевле. Однозначно, если даже суммировать эти суммы, хотя это будет старт торгов с этой суммой, мы надеемся все-таки это получить дешевле и то и другое. Но даже если это получить сумму из этих цифр, то это однозначно дешевле, чем покупка нового вагона. Потому что на рынке на сегодняшний день аналогичный вагон, достаточно устарелый, так скажем, модель устарелая, так назовем, стоит порядка 15 миллионов. Но однозначно даже в этом виде дешевле. Хотя мы техники это понимаем, это специалисты, что мы хотим купить кузов с системой не постоянного, а синхронного. То есть на сегодняшний день в Одессе еще таких вагонов нет. Это будет первый вагон. Тут и экономия электроэнергии намного выше, если говорить о постоянном токе. Тут и надежность вагона намного, ну что там говорить, на сегодняшний день практически все отказываются уже от постоянного тока и это переходит как бы на переменные. Поэтому вот это будет в Одессе та это первая ласточка, которая... А есть уже предложения вот по тем позициям, которые вам требуются? Кузов и... Насколько я знаю, там вышло несколько компаний. Еще одна компания пыталась обжаловать это в антимонопольном комитете. И именно это и пыталась обжаловать, потому что они настаивали на том, что нам и постоянный ток должен подойти. Вот. Но антимонопольное оставил это без осмотрения. Вы знаете, есть такое мнение, есть такая теза, что закупка трамваев по частям связана тем, что Одесс Горэлектротранс готовит торги под определенную компанию, под определенного участника. Что можете сказать на этом? Такие тезы есть всегда и в основном они распускаются, так скажем, теми компаниями, которые не попадают под эти тех условиями. Но на сегодняшний день на рынке очень много компаний, которые могут дать нам то, что мы хотим это купить. А есть ряд компаний, я не буду их сейчас называть, которые считают, что мы должны покупать не то, что нам надо, а то, что у них есть. Но это не совсем верно. Это украинские компании? Ну, в основном, да. Да, да. Что нового появится в компании Горэлектротранс? На чем новым будем ездить мы Одесситы? Какие это вагоны? Сколько их? Ну, об одном вагоне я уже вам сейчас рассказал. Помимо этого мы сейчас подписали договор еще на покупку пяти кузовов. То есть это будут аналогичные полностью вагоны тем, что мы уже собираем в Одессе на сегодняшний день. Мы говорим, что мы не собираем новый вагон, это модернизация нашей ТАТР. Хотя, де-факто, конечно, мы это, по сути, получаем новые вагоны. Хотя там не новые тележки, там идет капитальный ремонт старых тележек. Так, чтобы как бы революционно новое это, да, вот этот новый вагон, который мы хотим это получить. Поэтому... Это будет низкопольный вагон? Да, да, однозначно он будет низкопольный. То есть мы уже вообще не рассматриваем покупку это техники с высоким уровнем пола. Хотя бы это частично, но должен быть низкий пол. В основном кто предоставляет детали вот для, так скажем, такого трамвайного конструктора? Это Украина или это другие страны? Ну, мы стараемся, конечно, работать на нашем рынке. В принципе, это, во-первых, дешевле, во-вторых, но они намного оперативнее, скажем так, доставляются. Ну, и достаточно качественные. И все-таки это отечественный производитель. Вот. Но есть то, чего нет аналогов на нашем рынке. И мы вынуждены, конечно, это искать возможности, чтобы нам это поставляли из-за рубежа. А, например, откуда? Ну, опять-таки, мы это работаем с дилерами, все равно это с компаниями украинскими. Поэтому, по сути, в основном, учитывая то, что у нас вагоны чешские, то, конечно, это чехи. Давайте подытожим. Сколько трамваев, вагонов появится к Новому году? Давайте будем говорить за семнадцатый год в целом. За семнадцатый год в целом мы должны купить десять кузовов уже таких, как мы собираем. Вот. Не факт, что мы все их успеем доукомплектовать, так как, ну, два кузова по графику будут в декабре. Вот. Ну, мы их в этом году возьмем, и как раз это пока будут готовиться новые тендера, на январе и на февраль мы будем обеспечены этой работой, наши вагоны ремонтные мастерские. Вот. И один еще одиннадцатый кузов, это то, что мы говорили, это будет асинхронный вагон. Что значит? А, то, что вы говорили о том, что мы говорили. О трамваев поговорили, давайте вспомним троллейбусы. Я знаю, что к Новому году в Одессе ждут троллейбусы из Беларуси, их ожидается всего 47 машин. Почему выбрали Беларусь? Не было желания поддержать отечественного производителя? И вообще, делают ли троллейбусы в Украине? Было желание, почему же не было? Было, и в этот тендере участвовала как наша отечественная компания. И, в принципе, машины, с которыми мы уже знакомы, это Богданы. Десять Богданов работают у нас, и мы довольны ими. Я думаю, как и пассажиры успели оценить это качество этих машин. Но беларусы дали ниже цену, и ничего уже с этим нельзя поделать. То есть, кто дешевле, там и покупать. Рынок – это конкуренция. Да, то есть, фактически, мы рассчитывали на эту сумму 8 миллионов евро. Мы рассчитывали взять 45 машин, за те же деньги мы берем 47. Ну, однозначно, это как бы выгода тут очевидна. Что такого интересного будет в новых троллейбусах? Какими они будут? Ну, по сути, они будут 100% в низкий пол. Визуально уже есть как бы фотографии первых машин, одна из которых даже на таможне стоит уже. А, то есть, она уже скоро будет в городе? Да, да, она стоит на таможне, растамаживается. То есть, насколько я знаю, я, в принципе, уже был на заводе дважды. Ну, мы смотрим, как ведется сборка, тоже это контролируем. В работе на сегодняшний день 5 машин есть точно. То есть, они уже… Ну, тут сейчас как бы решаются вопросы по автоможке. Ну, этим занимаются дилеры. И все. И как бы можно считать, что поставка вот уже начнется. А на какие маршруты они попадут? Какие маршруты обновятся? Ну, смотрите, на сегодняшний день у нас выпуск составляет 91 единица по графику. То есть, 91 машина в день выезжает на линию. Мы говорим о том, что мы возьмем 47 машин, ну, 46 из которых будут это работать на линии. Одну машину мы сделаем учебной. Так как у нас сейчас это большая нехватка водителей. И тоже мы, как бы, делаем на этом акцент. То есть, одна машина будет учебной. 10 богданов мы это купили год назад. В сумме это получится 56. Еще у нас есть мегаполисы 16 единиц, которые мы сейчас это капитально реставрируем. Мы перекрашиваем, скажем так, их в городские тона. Еще добавим эти 16 единиц. И это, по сути, мы получим 73, так сказать, боевые единицы, которые со 100% низким полом, с хорошим салоном. То есть, там, наличие Wi-Fi. Есть еще один важный вопрос. Ваша компания, ну, компания, которую вы возглавляете, участвовала в конкурсе на 9 маршрут. Ваша идея была, чтобы на 9 маршруте заменить все маршрутки и заменить их транспортом городским, транспортом электрическим. Но вы проиграли тогда торги и подали в суд. Почему вы проиграли? Потому что я думаю, что, очевидно, преимущество все-таки городского электротранспорта. Он и вмещаемость у него больше, он экологичнее. Почему выиграли маршрутки? Ну, если мы говорим по законам логики, то да, конечно, это логично. Вот. Но есть действующая постанова 1081, в которой говорится о том, что 11 баллов дополнительно дается той компании, которая уже этот маршрут обслуживает. То есть, немножко нечестно как-то. Ну, на мой взгляд, тоже. Это 11 баллов, это достаточно много. Если бы не эти 11 баллов, то, конечно, однозначно по балльной системе мы выиграем. Ну, по сути, это правило дает возможность каждый раз продлевать той компании, которая находилась на этом месте. Да, так как и техническая база наша лучше, и подвижной состав наш – это лучше. То есть, на сегодняшний день, если мы говорим за качество услуг, то мы можем как бы городу дать это лучше, чем этой компании. Ну, вы не остановились, вы продали в суд. Мы не остановились. Это почему? Потому что, на наш взгляд, вторую компанию вообще не должны были допускать к участию в конкурсе. Потому что, опять-таки, если руководствоваться этой постановой, то, ну, подали недостоверную информацию. Так как там должны были быть автобусы вместимостью не меньше 19 мест, а компания, наш оппонент это подала, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 либо 8 машин с совместимостью 18 мест. Ну, что, как минимум, не соответствует условиям конкурса. У меня есть такая пометочка к размышлению. Компанию перевозчика связывают с бывшим начальником департамента транспорта при Костусеве Павлом Стерлядовым. Можешь ее связывать, если он непосредственно был на конкурсе и защищал интерес этой компании. Там можно и не связывать, это очевидно было. Возможно, это повлияло на решение? Нет, никак не повлияло. Смотрите, то есть голосовали, там же есть эта комиссия. И по нормам эта комиссия должна состоять на 50% из общественных организаций и на 50% из чиновников. То есть там это руководитель департамента, потом депутаты. Так вот, как раз то, что самое забавное, что руководитель департамента и депутатский корпус, они голосовали так как раз то в нашу пользу. Те самые 11 баллов и не дали вам выигры. Нет, а вот именно общественники почему-то поддержали частного перевозчика. Вопрос интересный. Есть информация, что первое судебное заседание состоится 7 ноября, но в Приморском суде уже запретили передавать маршрут частникам. На какой результат надеетесь от суда, от судебного заседания? Ну мы однозначно надеемся на положительный результат, потому что там в ходе изучения документов появилось еще ряд нарушений, которые допустил частный перевозчик. И об этом уже знает департамент. И в принципе, насколько я понимаю, это решение должно пересматриваться, потому что там действительно есть ряд серьезных нарушений. Последний вопрос, Дмитрий. Когда открывали Стамбульский парк в Одессе, мэр Стамбула в торжественной обстановке пообещал Одессе передать 30 автобусов. Как-то они выпали из контекста, молчат все. Тогда директор департамента транспорта пообещал вашему предприятию передать их на баланс. Где автобусы? Честно говоря, где находятся сейчас эти автобусы, я вам сказать не готов, потому что к сожалению, либо нет, это решать уже жителям Стамбула. Но мэр Стамбула подал в отставку, поэтому задать вопрос этот некому. Мэр уже этого нет. Но фактически они никогда не находились в Одессе? Нет, в Одессе не находились. Даже более того, мы так и не дошли до конкретики, как именно мы, то есть какие будут машины, какой вместимости, там и марка и так далее. То есть пока это было на стадии нам пообещали, то есть а уже к каким-то серьезным шагам мы так и не успели прийти, потому что в Стамбульской мэрии такие вот неожиданные изменения. Что ж, спасибо вам, Дмитрий, за беседу. Напомню, у нас в гостях был Дмитрий Жемон, директор коммунального предприятия «Одесса Горлек Татранса». И мы говорили о обновлении подвижного состава, о войнах за девятый маршрут и о планах компании на будущее. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.